Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзекет поступил вопрос, почему Христа называют начальником тишины. Это такое поэтическое высказывание. Христос, в принципе, это Судья, Творец мира, действительно это Повелитель Вселенной, который, конечно, смирился так, что даже смертную казнь принял через позорное распятие, чтобы нас спасти от работы вражей. Однако Христос при этом себя открыл еще не только вот в этом смирении во время своей земной проповеди, не только когда он смиренно не озвратил своего лица от заплеваний, не только когда он вместо того, чтобы призвать легионы ангелов, помните, как он апостолом говорил, что апостол Петр, не нужно, не нужно сражаться за меня, резать ухо там артиризовому рабу. Я вот действительно предпочитаю как-то тихо, смиренно пойти на эту казнь. И помимо всего того смирения, которое Господь по ходу своей земной жизни нам показывал, можно, конечно, вспомнить еще случай, как он усмирял, как вот он возвращал тишину, смирение и покой, как он успокаивал, как он успокаивал тех же апостолов, как апостолы шли через поля, луга, и там уже проголодались, хотят пить, есть, и идут из Галилеи в Иерусалиме, проходят сквозь Самарию. И вот в Самарии у них не получается купить еды, там набрать даже в селении где-то воды, потому что самаряне не дают им ничего этого. Просто поскольку они иудеи, а между самарянами и иудеями такая вражда. И вот они говорят, Господи, дай, чтобы огонь сошел, и вот эти селения сожег, и Господь говорит, вы не знаете, какого вы дух. Апостолы еще сами не догадывались, не до конца проповедь Христова восприняли, что именно дух вот этой тишины, дух утешения. Мы помним, как Господь тоже утихотворяет, умиротворяет страсти метущиеся, когда с какими-то вопросами к нему подходят фарисей, садуки, как он на них грамотно отвечает, растолковывает, да, мог бы просто там какими-то чудесами их взять, удивить, но нет, он не сходит до их уровня. И тоже, конечно, кто-то больше обижается и скрежещет зубами, потому что старается Господу только придраться, но кто-то, наоборот, задумывается о благовестии, о пути в Царствие Небесное, идет за Христом. Точно так же мы можем вспомнить, как Господь берет и умиротворяет природу, да, что вот воцарилась такая тишина, когда Господь спал в лодке на Галилейском озере, буря такая взыгралась, что даже уже почти корабль шел ко дну. А Господь взял и вот тоже показал, что он повелитель природы, что он волен тишину воцарить. Или как он изгонял бесноватых, да, что вот это там, например, несчастный мальчик, который брал, падал и озим катался, и вот в огонь, в воду, действительно, по рассказам отца, вот так страдал, и вот туда Сатана загонял. И Господь его тоже к такой тишине привел, изгнав, изгнав беса из вот этого ребенка несчастного. Но все-таки вместе с вами я бы предложил сегодня открыть Ветхий Завет, а не новый. Ветхий Завет, реку, книгу Царств и прочесть стих, посвященный пророку Божию Илье, наверное, самый знаменитый, самый почитаемый пророк в православном мире, недаром он во время преображения Христу предстоял на горе Фавор, сколько ильинских храмов у нас. Сначала небольшой контекст, пророк Илья очень переживает. Он думает, вот я сейчас умру, все вокруг язычники, никто единому Богу не поклоняется. Если умру, благовестие остановится, он даже не за себя переживает, что его преследуют, хотят убить, а что он боится, что его убьют, и благовестие закончится, и Мессия не придет. Не придет Христос и не спасет мир от греха, не спасет мир от работы вражей. И как его Господь все-таки берет и утешает. Он берет и наводит сначала страшную бурю, а потом читаем третью книгу Царств, девятнадцатую главу, одиннадцатый стих. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господнем. И вот Господь пройдет и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь, а после огня, венья, тихого ветра, и там Господь. Третья книга Царств, девятнадцатая глава, одиннадцатый и двенадцатый стих. И вот мы видим, что Господь в этом гласе, в дуновении тихого ветерка, что Господь хочет не уничтожить своих врагов, а хочет, наоборот, каждого своего противника, наоборот, победить любовью и привести к себе. Нам, новозаветным людям, может, это понятнее на примере Христа, ветхозаветным людям с этим было сложнее. И Господь вместо того, чтобы как-то Илью вооружить, чтобы он как-то всех вокруг себя уничтожал, его утешает. Говорит, вот, еще есть столько людей, которые не преклонили колены предвалом. Да, они в меньшинстве, да, они боятся, да, они скрываются, да, они не ходят, не говорят ничего против насаждения языча, но они сами еще не отреклись от единого Бога. И, кроме того, он дает ему обетование, что пророк Илья пойдет и помажет царей, цари уже благочестивых. И, более того, он дает утешение, умиротворение, и самому пророку Божию Илье говорит, и ты себе ученика найдешь. Вот того пророка, который сможет твое тяжелое служение дальше понести, и как раз после этого пророк Илья идет и призывает будущего пророка Елисия, который просто пас валов в поле и с радостью за ним последовал, все оставив, только попрощавшись с отцом и с матерью. Поэтому и мы, вот тоже обращаясь ко Христу, не должны видеть в нем такого разрешителя нашу проблему, который покарает наших врагов, который там как-то нашу уязвленную гордость, он возьмет и как-то в порыве мщения, ее как-то утихомирит через месть. Это все вот наши страсти говорят. Мы можем молиться и просить, чтобы Господь пришел и умиротворил наши страсти. И опять же страсти окружающих людей. Тоже мы можем сказать, Господи, защити меня от моего обидчика, от того человека, который мне несправедливости какие-то делает, кто мне какие-то препятствия ставит, но не нужно ему никакого вреда. Господи, дай, чтобы тишина Твоя воцарилась и в его душе, и в моей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.